Самая молодая из моделей марки Mitsubishi, кроссовер Eclipse Cross, пережила большое обновление. Притом японцы провели рестайлинг по обширной программе. Первым делом дизайнеры отказались от характерного и необычного оформления кормы. Раньше заднее стекло было разделено горизонтальной планкой со стоп-сигналом. Теперь же пятая дверь стала более традиционной. Двухэтажная передняя часть также подверглась ревизии. Фары ближнего и дальнего света переехали вниз, а на их месте остались только светодиодные секции ходовых огней. Под это дело пришлось перекроить бампер и решетку. В салоне главная обновка — 8-дюймовый дисплей медиасистемы, дополненный механическими крутилками. Плюс вместо тачпада на центральном тоннеле появились кнопки управления силовым агрегатом, полным приводом и стояночным тормозом. С моторами ситуация следующая. Бензиновая турбо-четверка никуда не делась. А вот судьба турбо-дизеля 2.2, доступного в некоторых европейских странах, осталась неясна. Зато гамма пополнилась подзаряжаемым гибридом, которому досталась силовая установка от бензоэлектрического аутлендера. Впрочем, точные характеристики всех модификаций будут раскрыты позже, перед стартом продаж. И он не заставит себя ждать. В Японии, Австралии и Новой Зеландии обновленные кроссоверы появятся через месяц-другой. А в Европе, Северной Америке и России модель выйдет в следующем году. Седан Flying Spur, временно исполняющий обязанности флагмана марки Bentley, дебютировал год назад в единственной версии с 6-литровым 12-цилиндровым двигателем. А теперь гамму пополнила и младшая версия с битурбомотором V8. Конечно, создатели не забывают уточнить, что этот Bentley экономичнее. Умеет отключать половину цилиндров, если обороты не превышают 3000 и проедет на одном баке 700 километров. Но главный акцент сделан на удовольствие от вождения. Как бы забавно это ни звучало, при снаряженной массе по 2,5 тонны, 8-цилиндровый седан на 100 килограммов легче. И эта масса лучше распределена по осям. О драйверском характере машины напоминают 20-дюймовые колеса особого дизайна и 4 патрубка выпускной системы вместо двух. Пневматическая подвеска включена в базовую комплектацию, а за активные стабилизаторы и полноуправляемое шасси нужно доплачивать. Цены пока не объявлены, но заказывать автомобиль уже можно, в том числе и в России.